Всех приветствую на канале Камбуз Реальной Истории ютубовском, ну также в других пабликах, меня смотрите, на которых я присутствую. Сегодня буду печь домашний хлеб на кухне. Сразу оговорюсь, что кухня не моя, знакомые предоставили такую возможность, пока мой дом восстанавливается. Ну как всегда, начинается все с муки. Муку надо просеять, независимо от того, какой вы ее считаете. Хорошей, свежей, несвежей. Ну вот это у меня мука, кстати, и разная, потому что из нескольких патчек и она не такая уж свежая, поэтому просеиваю ее обязательно, чтобы не было комков, не дай бог, кто-нибудь не завелся. Дрожжи, соль, сахар, все это вы увидите в конце ролика, сколько нужно, на какие объемы, поэтому на этом останавливаться не будем. Сейчас ставлю опару, муку, сахар и дрожжи. Вначале смешаю, чтобы легче было потом размешивать. И постепенно добавляя в воду, приблизительно должна получиться консистенция густой сметаны. Сейчас размешаю. Вода, естественно, теплая. После того, как хорошенько все смешал, чтобы дрожжи окунулись в воду и отставил. Соль в опару не добавляю, потому что она задерживает брожение. Еще в рецепте присутствует сливочное масло. Вот его немножко добавив в воду, распущу, но чтобы не было горячим, а только-только тепленьким, чтобы разошлось и все. Соль развожу в воде, где-то третью часть воды оставляю, вот здесь стакан. Соль крупная, поэтому ее лучше развести в воде. Теперь в опару, которая стояла минут 10, максимум 15, вот видно, что она заиграла. Добавляю воду с солью оставшуюся и сливочное масло. Все это не должно быть горячим, теплым. Теперь все размешаю и начну добавлять муку. Мука, из опыта вам говорю, должна быть по объему в три раза больше, чем вы используете жидкость на хлеб, но в моем случае это вода. Масло там буквально там ложки, две столовых, получается. Поэтому, если у вас нет весов, вот так приблизительно, и вот иногда отмеряешь одна часть воды, три части муки. Муки плюс-минус, потому что мука может быть разная по своим качествам, она может быть сильная и немного в воды вберет в себя, а бывает слабая, которая втягивает и втягивает воду. И вымешиваю я его долго. Как долго? Минут 10 в общей сложности. Чтобы меньше работать руками, немножко работаю головой. Для этого помесив, ну я не знаю, минут 4-5, нужно просто отложить тесто в сторону, дать ему постоять еще минут 5. В таком случае нужно будет тратить меньше физических усилий. Конечно, как если у вас есть тесто-месилка, тут и разговора нет, нечего ему давать отстаиваться, месите, да и все. Тесто постояло 5 минут. Протыкая его пальцем, это тоже своего рода критерий. Во-первых, пальцем не должно тесто липнуть, во-вторых, отверстие не должно моментально затягиваться. Тогда тесто считается, в моем понятии, нужной консистенцией. Ну вот так вот оно, упругое. Все. Перекладываю тесто в емкость и даю ему расстояться. На расстойку, в зависимости от того, сколько вы там дрожжей положили и какая температура вокруг, ну, от 30 до 40 минут. Периодически можно взбрызгивать, потому что сухая корочка нам не нужна. Все. Тесто постояло, увеличилось как минимум в 2,5, а то и в 3 раза. И теперь начну его делить. Будет 1 хлеб, где-то 650 грамм. Все. Накрываю и убираю. В этот раз убираю в прохладное место, потому что буду выпекать хлеб позже, чем батоны. Разделываю на батоны. Три будет крупных, по 300 грамм и 4 мелких, по 150. Даю им немножко подойти, буквально 5 минут и начинаю разделывать. Вначале раскатываю вот в такую лепешку, смазываю обязательно водой, потому что тесто плотное и не получится его просто так вместе скатать, чтобы оно не расходилось потом при расстойке и особенно, когда вы его поставите к воздуху. Подбиваю, чтобы сбить плотнее и начинаю раскатывать от центра к краям, от центра к краям. У вас должно получиться, потренируйтесь. Потом в муку и оставляем в муке на противне, накрывая все это дело для расстойки. Вот еще разочек пройдемся, это уже на более крупном батоне, вернее, куске теста. Вот раскатываю вот такую лепешку, водой смачиваю, чуть-чуть не надо сильно смачивать водой, это тоже ни к чему. И теперь скатываю, выминая вот таким образом, чтобы не получалось полости. Вот, кстати, когда начнете раскатывать, сначала подбив, вот таким образом. Долго не нужно раскатывать, потому что полость внутри может образоваться, и такая дырка внутри батона, ну, не знаю, как вам, мне совершенно она ни к чему не нравится. И если вы просто кусок теста начнете вот так раскатывать в батон, даже не такой тонкий, у вас ничего не получится, все равно внутри будет полость образовавшаяся. Вот, кручу тесто, проверяя, хорошо ли я его подбил, чтобы не было не склеившихся краев, краев, которые, как я уже сказал, после того, как поставите в духовку, разойдутся и порвут ваш красивый батончик. Теперь хлеб. Вот такую форму, от 600 до 700 грамм максимум, нужно ложить, поэтому где-то 650. И я еще разделю на две части, и получится мне вот этот хлеб из двух кусков. Вот так вот с тестом работаю, чтобы выдавить весь воздух, который мог уже собраться большими пузырями, вот сейчас на этом видите, подгибаю края теста, как бы его натягивая, выдавливаю, большие пузыри углекислого газа, а сейчас еще и такой колобочек его, вот этот первый тоже мне, более округлым его сделаю. Тесто на расстойке будет стоять, увеличится раза в три, если не больше, и заполнит собой всю форму. После того, как тесто подошло, на расстойке делаю вот такие вот надрезы, и красиво, и не рвет, не рвет сам батон. Нож должен быть острым. Ну или там, что вы будете использовать. Ноги используют просто лезвие от безопасной бритвы. На дно духовки ставлю воду, горячую, чтобы сразу парило, и загружаю батоны. У меня, видите, на двух, даже противень-то один, на второй пришлось модернизировать, застилать фольгой. Пока у меня в духовке печется, сбрызгиваю хлеб, чтобы он влажный был и не образовывалась корочка. Минут через 10-15 в своей духовке я поворачиваю, она неравномерно печет и переставляю, потому что два противня, нет там никакой поддува. Самая простая газовая духовка, хотя и индезит. И теперь буду смотреть. В общей сложности минут 25-30 будет печься хлеб, вернее батоны вот эти. Но опять же, нужно за ними следить. Я тут не показал, но мне пришлось и гриль включать, чтобы немножко заколеровать сверху. Батоны должны хорошо пропечься, а не стать легкими и звонкими. То есть при постукивании они гремят. Хлеб будет выпекаться приблизительно при той же температуре. Сначала 230-240 минут 10, потом уменьшаю до 180, иногда и меньше. И стоит он минут 30-35, иногда 40, чтобы вот таким вот стать. Ну а теперь посмотрим, что же у меня получилось. Ну что, дорогие зрители, пока я бегал-бегал, хлеб почти весь доели. Мне показалось, что даже нечего будет вам показывать, какой он из себя внутри. Но сначала вот этот батончик попробуем. Три штуки маленькие были, уже разошлись. Вот так хорошо разломать. Это оливковое масло с чесноком. И посолить его хорошенечко. Так разламывая. Вещь вообще невозможная. Нож забыл. Все-таки вот так разрежу. Вот такой мякиш получился. Сейчас приближу. Посмотрите. Я не люблю нас древатый хлеб. У меня должен быть такой. Плотненький. Мелкую дырочку. И так. Это что-то. Можно бить или когда хорошее масло. Подсолнечное тоже отлично пойдет. Особенно если оно домашнее. Пробуйте, не погадайте. Отвал башки. Домашнее. Все накидывается. Я просто не успел, ушел. Когда он еще теплый. Но уже не горячий. Это вообще-то. Что-то с чем-то. Следующим номером программы. Я вам просто продемонстрировал. Батон. Да, тоже батон. Извините, что я разговариваю. Надо бы подождать. Вот он какой на среде. Оставляем в стороне. А теперь хлеб. Ну, то, что он делится пополам. Понятное дело. Вот структура тоже такая. Користая. В мелкую пору. Пропеченный. Сгибается, разъебается. Сейчас мы его попробуем. Но это уже будет другой вариант. В моем случае это будет мед с маслом. Сначала так. Кстати, мед от моего подписчика из Адлера. А теперь уже хорошего друга Сергея. Он говорил, что там каштан присутствует. Мы дома никак не могли понять, что там за вкус. Но казалось, что там присутствует каштан. цветы и каштан. Вот он еще такой тянучий. Не до конца не засахаренный. Хотя уже время следующего сбора уважая подбирается май месяц на оризонте. Майский мед. У нас, конечно, не будет еще бока меда. Чего не вылетели? Холодно. А там варлевских сторон запроска. Добавлю ложечку плен. И домашнее масло. Могу себе сказать удовольствие с домашним маслом. Тоже дело в сторону. Короткая кончужка. Мал столик. Демонстрационный. Лимон и чай. хлебчик. И сюда этот хлебушек. И это будет что-то. Вот такой хлеб я пек на пароходе. кто со мной работал на тех пароходах, где я пек хлеб. Те знают. Пусть этого хлеба весь рецепт я распишу. Там будет я на 750 миллилитров воды делал. Там будет и на 500 и на 250 раскладка дана. Ну не то чтобы по граммам. Более-менее приемлемый рецепт. И естественно озвучу как он с такими нюансами делается. Не завидуют им не сильно. Просто возьмите сами и сделайте. Надеюсь вам будет понятно как что и зачем я вам расскажу. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь вам было полезно и интересно. А тот кто сделает такой хлеб в домашних условиях как будет просто молодец и все родные будут вам говорить большое спасибо. И в конце немного про раскладку. Ну тут вы видите что и как единственное что хочу сказать что дрожжи я использую сухие ну по той простой причине что у меня их достаточное количество их надо использовать конечно если вы будете использовать свежие дрожжи нужно брать один к трем то есть на одну меру сухих дрожжей свежих выйдет аж целых три меры на этом заканчиваю сегодняшнее видео пишите в комментариях если будут вопросы давайте свои оценки восторгов особенных не надо потому что дело это все таки хлопотно но оно стоит того если набьете руку и у вас все получится до меры до 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 Продолжение следует...